Недвижимость, она ассоциируется с богатством, со спокойствием, со стабильностью. 90 процентов населения в стране деньги получают в обмен на рабочее время. Нужно понимать, что недвижимость это все равно товар, недвижимость это все равно тема тот или иной актив. Если бы это не было вашей собственности, а вы бы ее покупали, то что вы фактически получаете? Вы всегда можете рассчитать, сколько для вашей недвижимости составляет этот показатель. Друзья, добрый день, на связи Максим Петров и проект MaxCapital мы продолжаем наш диалоги вместе с Николаем, который транслирует ваши вопросы в эфир, на который я непосредственно отвечаю. И сегодня мы будем говорить о вопросах недвижимости, то есть что это за инструмент инвестирования, как оценить рентабельность, что лучше в конечном счете для человека арендовать недвижимость или же покупать недвижимость. Потому что сейчас это очень актуальный вопрос, цены на недвижимость растут, что со всем этим делать, обсудим. Максим, вновь приветствую, давайте поговорим про недвижимость. Вообще стоит ли ее покупать? Вот давайте, такой фундаментальный вопрос первый. Хороший вопрос, но вообще про недвижимость. И мне бы хотелось, вот отвечая на вопрос стоит покупать недвижимость или нет, рассказать немного про ментальность. Есть очень классная книга, я долго ее искал, смог найти только там в подарочном издании за 27 тысяч рублей. Написана она была в 1882 году, про то, как создавались капиталы в принципе на Руси, то есть различные династии богатых людей каким образом создавались. И если говорить про именно российскую ментальность, то в России богатство оно всегда ассоциировалось земельным наделом. То есть был некий князь, царь, император, ну то есть кто-то, да, приближенный, кто руководил страной, у него были определенные земляные наделы, там жили души, которые создавали определенную ценность. И богатство определялось количеством земли, которой ты владеешь и сколько, соответственно, эта земля тебе приносит доходом для того, чтобы удовлетворить твои потребности. Это первый момент. Второй момент, начиная там с XVIII, XVIII веков были постоянные дворцовые перевороты, появлялись дворяне, все это смещалось. И в принципе, получается, до XIX века богатство ассоциировалось с наделом земли. Или ты должен был стать дворянином, чтобы получить этот надел, да, с крепостными крестьянами. Или после того, как произошло в 1861 году отмена крепостного права, то богатым человеком, ну, крестьянин считался тот, у кого больше надел земли, кто может большее количество земли обработать. В дальнейшем, когда уже началась промышленная индустриализация непосредственно страны, создавались города, создавались промышленные предприятия, то люди, покинув земли в крестьянстве на селе, они приходили непосредственно на заводы, и здесь очень важно было, где жить, да. То есть, и поэтому получается, что вот эта вот ментальность, в принципе, она у нас на подкорке, она у нас в крови, что у нас недвижимость, она ассоциируется с богатством, со спокойствием, со стабильностью. Любые рассуждения, которые люди пытаются донести, недвижимость всегда будет расти в цене, недвижимость защитит инфляцию, хотя бы будет свой собственный угол, да, то есть, мужчины логики начинают считать, сколько они могут получить альтернативную доходность, и мы сегодня обязательно это посчитаем и расскажем. Начинают, соответственно, это считать, говорят, слушайте, а давай мы лучше будем арендовать. Приходят к женщине, а у женщины опять все это срабатывает, да. То есть, женщине в России сказать ей, давай мы продадим квартиру и идем в съемное жилье, это вообще вот ну просто табу, да, для разговора. Поэтому вопрос, что мы в этом случае делаем, где наша финансовая свобода, и нужно понимать, что недвижимость это все равно товар, недвижимость это все равно тема тот или иной актив. И в этом случае, когда мы говорим о недвижимости, чтобы у нас появилась недвижимость, мы должны потратить деньги. Что такое деньги? Деньги это мера стоимости. Соответственно, если деньги являются мерой стоимости, то мы получаем деньги взамен чего-то. 90 процентов населения в стране деньги получают в обмен на рабочее время, на свое время, которое они тратят для того, чтобы решать задачи предпринимателя, собственника бизнеса, в котором он работает. Да, нужны навыки, но деньги, работая по найму, работая на зарплату, человек получает за время, а не за результат, который, в принципе, в этом он в итоге получает. Поэтому, что такое деньги? Деньги это получается сублимированное время, которое уже не вернуть, которое мы уже потратили. И когда возникает у меня личный вопрос, когда я создаю капитала для своих детей, когда каждому ребенку начинаю формировать капитал в миллион долларов, то в этом случае для меня является ключевым моментом, у меня всегда есть альтернатива. То есть, что мне сделать? Купить детям, каждому ребенку по однокомнатной квартире в Москве, в ипотеку, и условно выплачивать что-то, да, или купить время других людей. То есть, если я становлюсь акционером Газпрома и Сбербанка, то есть, чтобы стать акционером Газпрома и Сбербанка, нужно положить в общей сложности в среднем по две с половиной тысячи рублей. То есть, имея пять тысяч рублей в кармане, я уже могу стать сам, я могу сделать, чтобы мои дети стали акционерами Газпрома и Сбербанка, где, как собственники, на них будет работать вся эта масса людей, которые работают в офисах Сбербанка. Поэтому получается, да, тысячная, миллиардная доля какая-то, но, тем не менее, суть от этого не меняется. Поэтому, по поводу недвижимости, возвращаясь к вопросу, который является актуальным, бывает у меня такое, что я отвезляюсь, у меня стоит вопрос, да, то есть, как мне определить, что для меня выгоднее, купить акцию Газпрома или Сбербанка, или купить недвижимость. Мы в недавнем видео рассматривали, что для нас являются некими такими сигналами, старожками, да, которые показывают о том, что акции нужно продавать, или, наоборот, то, что акция является привлекательной, да, показатель ПИИ. Цена, которой стоит компания и прибыль, которой генерирует. Мы тогда рассматривали автомойку, да, за которую нужно, там, заплатить 10 миллионов и 5 миллионов прибыли. В недвижимости, на самом деле, тоже есть такой показатель, только он называется не П на Е цена прибыли, а он считается, как цена недвижимости, деленная на годовую ставку аренды. Что это значит? Это значит, что вы всегда можете рассчитать, сколько для вашей недвижимости составляет этот показатель. И, друзья, я вот предлагаю вам сейчас следующее решение. Позвоните в известное риэлторское агентство в вашем городе. Если у вас есть собственная квартира, то вы, соответственно, можете позвонить риэлторам, сказать, что это за квартира, и у вас к ним два вопроса. Во-первых, пусть они приедут, оценят стоимость вашей недвижимости, то есть, сколько она сейчас стоит на рынке. И второй момент, за сколько эту недвижимость можно сдать в аренду. Вот два показателя, которые нужно узнать. Может, не обязательно это выезжать, риэлторы обычно знают рынок, да, обычно знают дома, как правило, и они вам приблизительно скажут, да, как минимум назовут вилку. Поэтому вы берете две эти цифры, стоимость недвижимости, месячная ставка аренды, месячную ставку аренды умножаете на 12, получаете годовую ставку аренды. И первую цифру, цену недвижимости, делите на годовую ставку аренды, и вы получите некий коэффициент. У кого-то этот коэффициент будет 10, у кого-то этот коэффициент будет 20. В Москве этот коэффициент, я думаю, сейчас будет порядка 30. Что это за коэффициент? Этот коэффициент показывает, сколько лет вам потребуется для того, чтобы окупить инвестиции в вашу недвижимость. Если бы это не было вашей собственности, а вы бы ее покупали, то что вы фактически получаете? Вы получаете то, что вы не будете какому-то дяде платить деньги, да, то есть, ну, по сути, некий денежный поток в карман. И в этом случае показатель Пи на Р будет показывать вам, каков срок окупаемости вашей конкретной недвижимости. Теперь к вопросу о том, что мы рассматривали, опять-таки, по акциям форвардный показатель Пи, да, то есть, сколько он должен составлять. По недвижимости все гораздо проще. Если показатель цена недвижимости, деленную на годовую ставку аренды, находится ниже 10, то для человека выгоднее купить недвижимость. То есть, у вас за 10 лет окупятся ваши инвестиции в недвижимости. Если этот показатель составляет от 10 до 15, то есть, что для вас это сигнализирует? Это сигнализирует о том, что текущая стоимость недвижимости в данном месте таков, что ваши инвестиции будут окупаться 15 лет. И если вам сейчас 30 лет, то вы должны понимать, что только когда вам будет 45, вы полностью окупите свои инвестиции в данный объект недвижимости. И насколько вы согласны следующие 15 лет провести именно в этой локации, именно на этом объеме жилой площади, что у вас не увеличится количество детей, да, которые у вас будет как минимум на 1, 2, 3, может быть, как у меня на 4 человек. И вы согласитесь, 15 лет в этой недвижимости оставаться. Если же этот показатель превышает 20, то есть, 20 лет срок окупаемости недвижимости, при 30-летнем возрасте, да, это получается, в 50 лет квартира станет истинно вашей, то в этом случае вы должны понимать готовность оставаться в этой локации, в этом месте в следующие 20 лет. Практика показывает, что если этот показатель выше 20, то для человека более выгодно арендовать недвижимость. Второй показатель, который я очень часто использую по поводу недвижимости, некое такое расставление точек над «и», потому что, опять я говорю, у нас в геноме, да, сидит очень сильно вот эта привязанность к недвижимости. Объяснить людям логически, да, что, ну, не объективно дорогая сейчас цена на недвижимость приходится именно на цифрах. Давайте поговорим про цифры. Я там по первому образованию юрист, немножко там углубимся в правомочия, право собственности. То есть, когда вы покупаете что-то и становитесь 100% собственником, то вы всегда приобретаете три правомочия. Правомочия владения, пользования и распоряжения. При этом у любой вещи, которую вы приобретаете в собственность, ключевое правомочие, самое ценное правомочие, которое, в принципе, и приобретается, это пользование, да, то есть, пользование из этой вещи извлекать важные потребительские свойства. Если вы покупаете телефон, вы покупаете для того, чтобы по нём звонить, говорить, принимать почту, смотреть Инстаграм. Вот его потребительские качества. Если вы покупаете недвижимость, то для вас ключевое полномочие пользования недвижимостью. Иметь крышу над головой, иметь тепло непосредственно, да, то есть, иметь комфортный уровень жизни. Но наряду с правомочием пользования, вы всегда покупаете дополнительную нагрузку, правомочие владения и распоряжения. Что такое правомочие и распоряжение? Это распорядиться, да, то есть, если у меня есть телефон, я могу его подарить, я могу его выбросить, я могу его там продать, то есть, я могу им распоряжаться, как захочу. Правомочие владения заключается в том, что я имею право сказать «это моё», и если какое-то третье лицо посягает на моё правомочие владения данным объектом, данным инструментом, данным предметом, то государство будет моё правомочие владения защищать всеми законными способами. Возвращаясь к объекту, к объектам недвижимости, да, когда вы покупаете недвижимость, вы всегда покупаете все три правомочия – владение, пользование, распоряжение. А при этом, когда вы арендуете ту же самую недвижимость, фактически получается, что вы у собственника перекупаете основное правомочие пользования, да, то есть, чтобы из этой недвижимости извлекать полезные потребительские свойства, потребительские качества. Возвращаясь к вопросу, да, когда мы провели оценку Пи на Р, и она составляет больше 20, о чём это говорит? Это говорит о том, что, приведу, допустим, собственный пример, как у меня это было, когда я снимал в Москве квартиру стоимостью 100 миллионов. То есть, рыночная цена недвижимости на цен, расчётная цена, составляла 498 тысяч рублей за квадратный метр, площадь 196 квадратных метров. То есть, общая площадь 200 квадратных метров, получается, ну, там, округляем циферки, получаем 100 миллионов. Собственник сдавал эту недвижимость за 135 тысяч рублей. То есть, при прочих равных условиях, если я продаю эту квартиру на месте собственника, я продаю эту квартиру за 100 миллионов, размещаю деньги в облигации федерального займа под 7%. То есть, со 100 миллионов рублей в общей сложности я получу 7 миллионов рублей в год. При этом человек сдаёт мне квартиру за 135 тысяч рублей, там, за миллион 600 в год. То есть, через призму альтернативных доходов, которые бы он мог получить в безрисковом инструменте, получается, что человек за правомочие, владение и распоряжение в год платил 5 миллионов 400. Практически 500 тысяч рублей. За что? За то, чтобы прийти и сказать, это мои стены, что хочу, то и сделаю. И если захочу, могу по-разному распорядиться. Поэтому посмотрите, друзья, я не призываю, да, я, если вы посмотрите на канале, призываю просто элементарно к разумному подходу, к разумному инвестированию. То есть, возьмите, посчитайте, поскольку вам обходится правомочие собственности на ваши объекты недвижимости. Почему в Европе, в Америке очень много людей, которые арендуют недвижимость? Потому что это всё посчитано. Потому что правомочие пользования, как правило, в недвижимости стоит очень дёшево. С этих же позиций обратите внимание на каршеринг автомобилей, например, да, или самокатов. Что мы здесь получаем? Здесь получают, что люди, собственники автомобилей, самокатов, тех же самых, за сколько они нам перепродают правомочие пользования. И они на этом зарабатывают, да, потому что там правомочие владения и распоряжения не столь дорого обходятся. Но в недвижимости, из-за нашей ментальности, из-за нашей опёртости, из-за отсутствия желания просто взять и посчитать, мы видим вот такие громадные дисбалансы, диспропорции. Когда у людей начнут выпадать доходы, когда располагаемые доходы у населения будут снижаться, всё больше и больше людей будут задумываться над тем, а где же взять дополнительные деньги. Как их эффективно инвестировать, как ими эффективно распоряжаться, сколько на самом деле стоит моя недвижимость, да, а что если мне продать эту недвижимость и остаться в этой недвижимости жить. Ещё один лайфхак, друзья, а почему бы не подумать над такой ситуацией, что вы приходите к тому же самому риэлтору и говорите, используя хайп, используя высокий спрос на недвижимость в настоящий момент, и льготную ипотеку, которая дёрнула первичный рынок, за ним подтягивается вторичный рынок, взять и предложить следующее. Уважаемый риэлтор, я хочу продать свою квартиру, но при этом я хочу остаться в ней жить. Найдите мне продавца, который у меня купит недвижимость, и я у него буду снимать свою собственную квартиру. Я не буду там делать ремонт, я не буду оттуда вывозить никакую мебель, я просто у него буду арендовать эту недвижимость. Что вы таким образом сделаете? Вы, соответственно, продадите все новому собственнику, вы продадите все правомочия владения, пользования и распоряжения, и обратно у него закупите, перекупите правомочия пользования. На самом деле на этом фоне строится очень много фондов коммерческой недвижимости, которые работают именно по таким принципам. А девелоперы, которые строят недвижимость, получают дополнительный капитал, чтобы в высоком маржинальном продукте инвестировать. Когда люди говорят, я продам свою недвижимость, а на что же я буду жить? Но опять же, в качестве примера я вам привел рынок облигаций федерального займа. То есть сейчас 10-летние облигации федерального займа дают доходность порядка 7% годовых. То есть вы можете свою квартиру продать за 7%, то есть получать доходность 7% годовых и посмотреть, какая получается разница. Может быть интересным ходом в качестве альтернативного источника, я предлагаю вам получить по ссылке под данным видео доступ к всесезонному портфелю. Там, соответственно, это онлайн-сервис нашего проекта MaxCapital. Также находится ссылка о доходности данного всесезонного портфеля и стабильности данного всесезонного портфеля. В качестве альтернативы не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. И я хочу быть понят правильно, ни в коем случае я не призываю вам сейчас прям пойти и продавать свою недвижимость, или отказаться от покупки в ипотеку. Я предлагаю вам просто задуматься над тем, какие есть сейчас в настоящий момент возможности. И как минимум подписаться на канал, щелкнуть на колокольчик, получать уведомления, чтобы вы развивали свой интеллектуальный капитал и разумный подход к инвестиционным возможностям, которые, я уверен, есть у абсолютно любого человека, причем для того, чтобы осуществлять свои инвестиции глобально. На связи был Максим Петров и проект Max Capital. До свидания и удачи!